Всем привет, ребята! Сегодня у нас вступление не с улицы, а из дома. Сегодня у нас готовится еще одна велопоездка. Точнее, мы уже, как видите, я уже собранный в новую велопоездку. Поедем мы сегодня по довольно-таки незамысловатому маршруту. Мы поедем вдоль Дуная по велотрассе, которая идет в Петржалке. Потом выедем на международную трассу номер 6, по-моему, и доедем до венгерского города Мошонмашгиягровар. Возможно, он так произносится, но, скорее всего, нет. Мы купили целую кучу барахла всяческого для велика. У нас много обновлений, и сегодня мы их все будем тестировать заодно и посмотрим, как работает, а что нет. И я вам расскажу, где я все купил. В общем, я думаю, будет интересно. Первое обновление, которое вы видите, это сумки, которые пропали с руля. Новые сумки мы взяли в Декатлоне. Первая, значит, такая на раму, небольшая. Она то ли литр, то ли полтора, ничего нигде не отмечено. Вот эта сумка под седло. У Даши она, по-моему, 0,6 литра, а у меня литровая. Итак, значит, в чем прикол? Сумки обиде декатлоновские. Это стоит 15 евро. Это вроде около десятки или 12. В общем, сумки абсолютно недорогие. Просто решили купить в Декатлоне, чтобы просто попробовать. Если понравится, то купить, там, не знаю, более дорогие. Самая главная проблема вот этой вот большой сумки, это то, что она создает огромное сопротивление ветру. И она, на самом деле, я бы не сказал, что суперудобная. Да, она объемная достаточно. В нее можно что-нибудь положить из вещей, но, как бы, ну, она никакая просто. Первая сумка. Здесь находится аптечка. Здесь находится запасная камера. Потому что сюрприз. Последние несколько лет мы ездили без запасных камер вообще. Без всякого набора. И ни разу не прокалывались. Постучим по дереву. В общем, надеюсь, и не будем прокалываться. Вот. Но теперь у нас у каждого есть по камере. Есть набор для разбортировки. Вот так открывается. Надеюсь, из нее ничего не повалится. Там лежит камера. Там лежат вот эти бортировочные штуки. Здесь всякие таблетки, пластыри, санскрин. В общем, куча всего. Вот сумка вроде как бы маленькая, но у нее влазит просто дохерища всего. А вторая сумка на раму. Значит, что она из себя представляет? Здесь у нас большое отделение, в которое пойдет GoPro. Ну, уже пошла. И батарейки. И еще я туда запихнул вот эти вот таблетки. Они чуть позже. А с этой стороны маленький карман. Там лежит, значит, велонасос. Вот такой. Это шоссейный декатлоновский велонасос. Всего 20 сантиметров. И это единственное, что влазит в эту сумку. Без дополнительных креплений. Потому что, как вы видите, крепить-то мне уже больше особо и некуда. Чтобы это прилично как-то смотрелось. И еще там лежат бартончики. И, собственно, отсюда мы переходим на кухню. Что мы купили из еды? Значит, смотрите. Во-первых, это энерджи-дринки. Потому что их просто так удобнее перевозить. У нас дома есть вот такой изотоник-дринк. Ты насыпаешь, типа, порошок, разводишь водой. И у тебя, типа, и углеводы, и еще и всякие минералы, соль там и все такое. И вкусненько можно с собой брать пить. Но такую хреновину с собой не возьмешь. А когда у тебя на улице лупит 30 с лишним градусов, то нужно больше, чем две бутылки воды, которые я могу с собой вывезти на велике. Поэтому мы решили взять вот такие таблетосики. Потому что их можно кинуть в сумку. И, собственно, поехать. И потом просто докупить воды и разбавить таблетки в воде, в обычной. В чем отличие между вот этими двумя? Вот это то же самое, что это. Здесь энергия, углеводы есть и калорий. Это то же самое, но без углеводов. Поэтому с собой я взял вот такие. Во-первых, они компактнее. Во-вторых, углеводы у меня есть. Вот здесь. Все, мы уже выезжаем с района, с петрогрилочки нашей любимой. А здесь справа учатся на права. Вон там уже тачка автошкольная стоит какая-то. Ну, обычно в будни их, конечно, побольше. В выходные что-то одна совсем грустная машинка. Все, сейчас нам нужно выехать с Дашей на велодорогу, доехать, встретиться с Серегой. И подвигаться в обратную сторону, в сторону Венгрии. Погодка сегодня суперская. Пока что 16 градусов. Я в зимней велокуртке. Но думаю, днем, когда будет 21, наверное, придется снять. А Даша едет в летнем уже наборе. Она уже в шортиках. Я все еще в леггинсах. Вот. Но сверху она одела дождевик и в непло. Ну, как дождевик? Отсветовик. Я бы его назвал. Отсветовик? Отсветовик. Это велокафе. Они уже начали свою работу. Пиво, кофола, безалкогольные всякие приколюхи. Куча места. Сейчас пока, конечно, людей там нет, потому что время-то 10 утра. Пол 11. Но днем-то тут, особенно вечером, там еще эта хера народу. Конечная точка у всех. Это велокафе какое-нибудь излюбленное. И там, значит, поддают жару в конце на бокал, на два толпой. Вообще кайф. Ну, короче, такая тут велодвижуха. Очень мощная. Очень жарко. Я прям вообще еду, не течет как будто дождь. Да ну вы что начали-то? В общем, все, мы выдвигаемся. Сегодня маршрут 70 примерно километров. У нас заедем к Венграм. Гуляш пробовать не будем. Погнали. Слушайте, непонятно. То ли из-за того, что я обожрался в углеводах перед выходом. То ли из-за того, что нет сумки на руле. Но велик прямо едет. Я прямо еду, и мне легко. Может и правда велосумка настолько сильно влияет на сопротивление переднее. Может просто энергетические батончики реально дают энергию. Хрен поймешь. Но ехать просто классно. Ну и ощущения от нового такие приятные. В общем, у нас первый мини-чекпоинт. Вот здесь находится велокафе. Это последнее велокафе на трассе в сторону Венгрии. И здесь заканчивается такая большая, хорошая, красивая велодорога. Вот двойная по двум сторонам она идет. И вот эта вот дорога, она уходит вот туда направо. И там будет музей Данубиана, по-моему. Современного искусства, в общем. Там же будет дамба. Там можно посмотреть на Дуна. И там очень красиво. И будет продолжаться дорога, велодорога вдоль Дуная. Здесь идет обычная автодорога в сторону Венгрии. И также можно уехать обратно в сторону Братиславы. А вот здесь, где стою я, тут вот такой красивый шлагбаум. И здесь, по идее, продолжается вот небольшой кусок велодороги. Он идет до Венгрии. И прикол в том, что он весь просто расхуяренный. Он вот весь вот такой вот. И, ну, конечно, здесь народу почти никто не ездит. Только те, кто едет в Венгрию. Но, как видите, никого особо нет. Как по ощущениям, ребята топят тридцатник. Я за ними, конечно, успеваю. Я как в пилотоне за кем-нибудь, за Дашей или за Серым пристраиваюсь. Типа, прямо вот в колесо. Что по поводу сумок, значит? Вот эта сумка довольно удобная. Туда GoPro очень легко влезает. Все засовывается. Все круто. Все можно делать на ходу. Мне пока очень нравится. В общем, продолжаем двигаться. Осталось не знаю, сколько. Не буду смотреть. Может, двадцатка где-то. Может, чуть побольше. Ну да, здесь около 15, наверное, километров. А до города 34. То есть где-то двадцатник. Вот такая тут, ребятки, велодорога. Взорванная вся вообще со всей силы просто. Ну и, конечно, особо тут не разгонишься по ней. Как бы, ну, на шосике, наверное, колеса может бы пробивать. Появляются куски такие более-менее. Потом опять все там вот разбубенькано. Ну, она не особо действующая. Народу тут ездит очень мало. И поэтому никто ей не занимается. Я не знаю вообще, кому она принадлежит. Словакии или Венгрии. Непонятно. В общем. Ну, какая-то такая вот история с этой грустной велодорогой. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, там что-то повеселее будет. Ну, вот она, в общем. Граница с Венгрией. Тут, в отличие от Австрии, из-за того, что нет автомобильного движения, вообще просто все заброшено. Забором огорожено. Вот. Что, ребятки, направо. Евровело 6. Вот табличка направо. Прямо ехать не надо. Нам туда нахожусь. Так, ребятки, мы заезжаем в Райку. Тут такое озеро на въезде классное. Очень красивое, зелененькое, тепло. Вон там велодорожка. Я уже вижу знак велодорожки. И разметку велодорожки. В общем, интересная, конечно, такая, это, Райка. Такие тут велодорожки. Откуда ехать-то не ясно. Я думал, у нас в Братиславе развязки дурацкие. Но в Венгрии еще, короче, они придумали вело-развязку, короче, для велосипедов. Типа вот оттуда ты едешь, сюда поворачиваешь. А если оттуда едешь, то вот так вот проезжаешь. Оп. Я прям даже проеду. Вот тут, короче, разворачиваешься. Вот так. Оп. И выезжаешь на велодорогу. Блин, не, ну это, конечно, супер прикольно. Я такого, честно, никогда в жизни не видел. Мы выехали, в общем, на велодорогу. Тут и в ту сторону прямая, и в эту сторону длинная прямая. Просто прямая, много километров. И мы доедем до города Машон-Магиар-Вар. Это будет 34 километра, плюс-минус. В общем, Райку проехали в воскресенье. Никого нету, спокойно можно двигаться по дороге. Мы обычно ездим здесь по трассе, если нужно куда-нибудь туда съездить. Рядом с этой трассой, просто с прямой трассой, плоской, пологой, находится вот такая велодорога, и можно по ней, в принципе, ехать. Очень-очень долго. И по ней же можно доехать до Будапешта. Так, ребятки, у нас тут офигенная остановка в офигенном поле в Венгрии. Где-то на пути к нашей конечной остановке. Жарит, конечно, знатно. И я решил вот попробовать батончик. Это нуга. В общем, вода, которая с энергией вкусная, таблетки. Вода, которая без энергии, на вкус, как соленая вода. Ну, типа, что-то между раствором для того, чтобы наблевать, и обычной водой. В общем, такая себе на вкус херня. Не знаю. Но зато в ней всего 7 калорий, с одной стороны. Может быть, для вас, спортивных людей, это и какой-то минус, но для меня это определенно плюс, потому что горят не те калории, которые я выпиваю, а те калории, которые во мне уже содержатся. Так, открывается эта фигня очень просто. Вот так вот. Вообще, вот в этом плане суперудобно, конечно. Так, тест дикатлоновских батончиков. Короче, на вкус похоже на халву, похоже на вкус. С детства халву ненавижу. Дрянь вообще редкостная. Еще у меня дофига коронок. И если неаккуратно это есть, то эта штука вашей коронки может снять. Это будет крайне неприятное развлечение где-нибудь посреди ничего. Так что, ну вот это нугу не рекомендую. Херня, мне не понравилось. Короче, скормил Даши эту нугу гадкую и взял желешку. Это желешка. Так. Это клубничная желешка. Ну, открывается так же просто. Пахнет вкусно, как сладкая вата. Вот это прикольная херня, чисто мармеладка. Кайф. Смотрите, где мы остановились. Вот, ребята. А вот рапс. И мы, короче, добрались. Вот она табличка. Кто сможет прочитать, я вам ставлю пятерку по-венгерскому. Все, мы заезжаем, короче, в город. Но мы решили там не тусоваться в городе, а просто развернуться. Огой. Развернуться где-нибудь, съесть по батончику. Если будет заправка, то я бы выпил еще кофейку. Мы проехали, в общем, 37 километров уже. Остановились в лавочке. Съесть еще один батончик. Это батон, банан, орехи. Вот, по ощущениям все, кайф, не устал. Видимо, потому что я жжу куски сахара со всей силой просто. Вкусно. Ну, короче, вообще кайф. Но вкус как банан, как чучкела. С бананом? С бананом, да. Ну, только не такая чучкельчная. В общем, как я и говорил, в обратную сторону небольшая стена ветра. Я бы сказал, что дует как бы хоршеечно. Ну, то есть скорость уже нифига не 30. Я сейчас отстаю сильно. Ребята едут небольшим таким, ну, друг за дружкой, пелотоном. Вон. А я от них сразу же отстаю. Потому что я еду без рук. Вот так вот. И болтаю на камеру. Сильное сопротивление ветра. И ноги уже вообще как бы не вывозят, не вывозят их догонять. Проехали райку, в общем. И выезжаем из Венгрии уже. Просто ветер с переменным успехом то дует, то нет. Вот этот вот последний лесок. Налево, направо. И мы уже в Словакии будем. Проехали уже полтинничек. С лишним даже. Ну, в принципе, неплохая дорога. Пологая, гор нету. То есть как бы ты в целом, только ветер тебе может мешать ехать нормально. Если не убиваться, то не особо сложно, короче, ехать. Что, как тебе в целом дорога? Хорошо. Не устала? Нет. Совсем нет. Нет, я вообще не устала. Ну, мне типа по кайфу. Я просто еду кайфую. Прикол. Еще педали снизу по сторонам вообще. Да. Классно, классно. Ну, тебе нравится. Да. Тебе не холодно? Нет. Мне наоборот жарко. Ну, типа иногда, когда вот облака более кучные и образуется тень, наоборот по кайфу вообще. Ну, ты что-то смотри, вообще на летнем уже. Все тут вот последние километров пять, просто стена ветра. Я еду за Дашей. Даша главная в нашем пилотоне. Серега в отдалении едет, но он, видите, помощнее. Короче, дует ветер вообще просто как не в себя. Скорость 16 километров. Туда, если что, мы ехали, была 30 средняя. Сейчас до 16 упала в два раза практически. В этом плане и отстойная вот эта дорога, потому что дует круглый год просто адский ветер. Типа вскроешься тут ездить. Одно радует, что осталось совсем чуть-чуть ехать. Буквально там пара километров и наш район начинается. По району уже такого ветра адского не будет. Еще мне нравится, что тут едут типа нам навстречу девчонки всякие на роликах. Они даже не отталкиваются. Там девушка с коляской была. Она как бы ее ветер толкает. Ох, они обратно прикурят фигачить вообще. Да. Что-то тут ветер разбушевался и прямо, прямо вот, ну, очень сильно дует. Короче, супер неприкольно. Я закручиваю в последнюю горку. Мы заезжаем на район. Съехали уже с велодороги. Фууу. Получилось 66 километров. Ну, я думаю, около дома будет где-то около 70, плюс-минус, может, километр. Ну, что я хочу сказать. Сумки себя показали отлично. Батончики себя показали отлично. Водичка тоже. Я думаю, более осмысленный обзор сделаю уже из дома другим роликом. Это все-таки такой first try, я бы назвал. Но вот пока что я могу сказать, да, ребята, рекомендую. Сумки точно рекомендую. Насчет батончиков, конечно, можно подумать и поискать что-то в обычном просто магазине. Либо мармеладки обычные, если вам нужны угли. Либо там протеиновые батончики какие-нибудь, углеводные батончики. Это все в магазине продается. Просто сравнить цены, возможно, в декатлоне это просто все дешевле. У меня типа как бьет энергия, но при этом я устала. Это так странно. Блин, отстойно. Как-то я посмотрела погоду, не обещали, блин, никаких порывов. А сейчас мы даже едем, какой-то он реально мощный. Но не такой, как мы выезжали. Да, да, стал сильнее явно. Типа, да, мы ехали по ветру, но он не был настолько сильным. Это точно. Ну, а ты опять вот эту тему гунает. Устой какой-то. Едешь в стену просто. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, как говорится, на канал. Скоро выйдет новое видео. Фух, замотался я, конечно, сегодня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok